ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В прошлом году самым покупаемым, поддержанным внедорожником в России, стала Лада Нива. Её средний ценник, по данным компании Авито, зафиксировался на уровне почти 200 тысяч рублей. Второе место досталось Chevrolet Niva. Средняя стоимость 300 тысяч. Замкнул тройку лидеров Renault Duster, за который продавцы просили в среднем 750 тысяч. В целом продажи бэушных внедорожников выросли почти на 6%, а их средний прайс увеличился почти на четверть. ТРАССА СТО ОДИН Цены на автомобили с пробегом в нашей стране достигли очередного исторического максимума. Как информирует агентство Автостад, в первом месяце 2022 года средняя стоимость поддержанной легковушки перешагнула за отметку в 1 миллион рублей. Причем за последние несколько недель бэушки подорожали в среднем на 8%, а за последние 12 месяцев более чем в полтора раза. По словам специалистов, рост цен обусловлен, как и прежде, увеличением интереса покупателей ко вторичному рынку ввиду дефицита новых авто. ТРАССА СТО ОДИН К вопросу о дефиците. Время ожидания нового Toyota Land Cruiser 300 может составлять 1, 2, 3 и даже 4 года. Компания выдала на сей счет официальное подтверждение. Благодарим за понимание, вежливо добавляют японцы. Начальный ценник внедорожника сейчас обозначенный на сайте почти 5 миллионов 800 тысяч рублей. На самом деле, говорят, надо запастись еще несколькими миллионами на допы. Напомню, что Land Cruiser нового поколения начали продавать в России летом прошлого года. Внедорожник комплектуется шестицилиндровым, 415-сильным бензиновым мотором объемом 3,5, либо 299-сильным дизелем. ТРАССА СТО ОДИН А компания Geely показала новый кроссовер Manjaro, продажи которого в нашей стране должны стартовать во второй половине этого года. Ценник авто пока не озвучивается. Самый дешевый Geely Atlas сейчас стоит минимум 1 миллион 452 тысячи. О технических параметрах Manjaro известно мало. Оснащаться он будет двухлитровым вольвовским бензиновым мотором. Количество лошадей держится в тайне. В списке оборудования, например, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, система автоматической парковки с дистанционным управлением. ТРАССА СТО ОДИН Почти что каждый десятый зарегистрированный в нашей стране автомобиль был выпущен еще во времена Советского Союза. Среди легковых авто той эпохи, по данным автостата, лидирует ВАЗовская шестерка. Среди грузовиков ГАЗ-53. В сегменте, как принято говорить, легкой коммерческой техники пальму первенства удерживает УАЗ-3303 «Головастик». Наиболее распространенный советский мотоцикл – ИШ-ЮПИТЕР. Всего в нашей стране насчитывается порядка 45 миллионов легковых машин. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН